Должим расследование. Странно, что так много и долго загрузки в этой игре длятся. Потому что вроде такая простенькая игрушка. Чему-то там так долго загружаться. Там, чтобы куда-нибудь изучить мусорное ядро, нам нужна звезда. Чтобы изучить мобильник, тоже нужна звезда. По-любому везде нужна звезда. Где мы ее быстрее всего найдем? Наверное, во втором. Во второй сцене. Вперед. Так, теперь время анекдотов. Вам сколько взвесить? Мне все равно. Говорите точно. Мне точно все равно. Там было неприличное слово, но я с вами не его. Следующий анекдот. Новый шампунь для непослушных волос. Теперь с ремнем. Дальше. А, ну, дальше будет потом, значит. Так, подарок, бамбу, карта, кактус. Вижу, кактус. Подарок, бамбу, карта. Кварталь. Вот так вот. Мамбук, ромашка, карта, крость. Вижу, грабли вижу, чайник. Карта. Ммм, интересно, где здесь карта. А, вот она. Я еще думал, географическая или игральная карта. И мы так и не получили звезду. Ну, ладно. Я так понимаю, чем дальше, чем сложнее будет получать звезды, тем чаще надо проходить эти сцены. И бустеры, на мой взгляд, не особо помогают. Так. Следующий анекдот. Сайт анекдот.ру, конечно, все я читаю. Новинка в магазинах. Деролл со вкусом арбуза. Можно обосстаться с одной подушечки. Следующий. Минут через 15 мы продолжим показы рекламы. Не переключайтесь. Вот уж точно. В основном регулярная реклама показывает. Так, кармальные часы, чем и дальше клад свиток. Шоколад. Панные часы. Что за свиток? Свиток. Зиняющая подвеска. Браслет. А, ну вот это. Браслет, клюшка для гольфа. Карты, я помню. Так, тарелка. Тарелка, вот. Свиток где-то тут был. Вот он. И, наконец, шоколад. Вот он. Это распродим не лучше получилось. Ну, хотя бы одну звезду нам точно дадут. Так есть. Ну, начнем с мусорного ведра. Готово к сканированию. Что же нам там расскажут? Здесь карточка с отзывом. Там написано, уродни так медленно обслуживают, что полусонный ренивец по сравнению со здешним официантом просто гепард на роликах. Довольно остроумный отзыв. Нужно изучить почерк и выяснить, кто это писал. Карточка. Это и вот. Нужна была звезда, чтобы найти эту записку в мусорном ведре. Подумать только. Я об этом мусорном ведре так осмотрел за две минуты. Так, карточка с отзывом исследуется 2 часа. Да, да, далее. Не буду пока ускорять. Лучше займемся тем сцеными. Новыми сценами, чтобы... Чтобы исследовать еще и мобильник. Так, играть. Так, минутка рекламы. Каждые два месяца выходит реклама Ферри, в которой говорится, что он становится еще гуще. Все гуще. Скоро он превратится в обычный кусок мыла. Новая реклама. Говорят, в городе химии всякой травят. Так я вам свое привез. Деревенское. Вот вам белина, вот вам цикута. Типа деревенские яды. Гирлянта из лампочек, зонтик, стрелка, подарочная коробка. Зонтик. Стрелка, что за стрелка? Стрела это скорее. Подарочная коробка, блин. А, вот они. Календарь, очки, шляпа, синебат, сейф, растения, знак слон, золотые кольца, подкова, подкова, стрелка, ожерелье. Ничего не вижу, знак слон. Ваза. За вазом. Ничего пока не вижу. Подкова, подкова, подкова. А вот стрелка ваза. Красная лампочка. Вот они. Так, ну, мы не получили в виду. Это понятно, да? Получим я сейчас. Так. Давайте этот же уровень попробуем. Играем. Следующая реклама. Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе, как в 50 выглядеть на 35. Это был анекдот с сайта анекдот.ру. Следующий. Сегодня Макдональд спразднует ежегодную замену масла во фритюрницах. Ага, это на самом деле не правда. Там масло гораздо чаще меняется. Я так знаю. Лев, зеркало, колокольчик, бутылка и газировки. Газировку вижу. Лев, знаю, где зеркало. Поищем колокольчик тоже. Лев, бутылка газировки, календарь, телефон где-то тут был. Блин, где же телефон? Телефон, а вот он, труба какая-то. А, вон труба, колокольчик. Зеркало, блин, стрелка, микрофон, телескоп, вижу. А, вон зеркало, сейф, шерелионный, сейф, опять-таки, приз, дрель, Ракушка, ваза, комфорт, слон. Наверное, вышло. И нам не дали звезду. Насадным. Ну, наверное, еще один-два захода, и мы получим эту звезду. Хочется надеяться. Так. Ага. Следующий анекдот. Это анекдот. Расческа. Оригинальный подарок лысому начальнику на 23 февраля. Последний ваш подарок. Да, уж, наверное, это будет последний подарок. Идем дальше. Сколько стоит бегущая строка с объявлением на вашем канале? От тысячи до пяти. А почему такой разброс цен? За пять тысяч зритель успеет прочитать объявление. Вот такой вот анекдот. Так. Гирлянда из лампочек, буква П, шляпа, бутылка газировки. Все это я знаю где. Буква П, брызги, шляпа, очки, буква П, ой, лев, подарочная коробка, наушники, золотые кольца, телескоп. Где тут лупа? Зеркало, песочные часы, телескоп, сандвич, лупа, ваза, тинебан, джойстик, ручка, ткань какая-то. А, ткань вижу. Ткань, ручка, рис, часы, как выглядит лицо? А, вот так. Гитара, дрель, зонтик. А, уже не успел. Ну, в этот раз у нас больше очков. Растем. Получили звезду, да? Ура. Сможем продиагностировать мобильник. Так, включаем, сканируем. И что же мы узнаем? С этими играми мы зарабатываем себе возможность смотреть продолжение истории. В телефоне есть селфи, но очень нечеткое. Это наверняка партнер от владельца. Я даже вам скажу, кто там изображен. Там изображен явно баран слева. Ну, то есть справа. А слева, похоже, этот, как вы знаете, хомяк или кто-то в этом роде. Нерезкое селфи. Это наверняка партнер от владельца. Ну, технически, у кого телефон, тот и снимает на него селфи. Ну да. Отправь его в лабораторию. Пусть увеличат снимок. Я как-то уронил свой телефон в унитаз. Так, мне все починили. Телефон в лабораторию. Вот, наверное, как тоже два часа будет смотреть его, а то и больше. По-любому. Мне всего две минуты. Я выполню анализ данных немедленно. Хорошо, давай, выполняй. А мы... Ну, нам по-любому понадобятся еще звезды. Так мы убьем двух зайцев одним. Пока вы будете смотреть на снимок или что там... В общем, телефон, да? Мы будем зарабатывать звезду. Все равно она нам понадобится рано или поздно. Так. Следующий анекдот сайта анекдотру. Новости из Госдумы. Уникальная российская рекламная стратегия. После слов депутаты хотят запретить название вашей компании, продукта или услуги. Дорого. Смешно, а действительно, стоит сказать, что антепутаты хотят что-то запретить. Сразу к этому интересу многих может возникнуть. Расследовать дело, да. Номерной знак, бусы, ваза, монеты. Номерной знак, бусы. Как они выглядят? Вот так, а? Ваза, монеты. Монеты вижу. Там бейсбольные битамлинг. Что-то ничего не могу найти. Уан, спасибо. Табито, да? А, свисток нашел. Хорошо. Ваза не вижу. Ничего не вижу. Железный шлем. Железный шлем. Железный шлем. Бусы, ваза, мармеладный, мишка. Вижу мишку. Ваза и бусы где-то надо еще найти. Блин. Где же эти бусы? А, вот они. Спасибо. Да. Не густо, наверное, но все-таки. Почти полная звезда у нас есть. Так, нерезкое сэлфи они проанализировали. Готовы. Результаты. В чем они заключаются? Нам удалось увеличить фотографию. На ней ферн. И ее приятель позирует прямо на фоне разгрома. Ферн, надо же. Ну, в этом нет еще подозрительного. Давай поговорим с ферн. Ничего себе, нет ничего подозрительного. Сфотографировались на месте преступления. И чтобы поговорить, нам нужна звезда. Я даже не сомневаюсь в этом. Впрочем, мы тут уже получили звезду. Почти получили. Скорее всего, сейчас мы уже получим ее окончательно. И сможем поговорить с ферн. Итак, продолжаем наши анекдоты. Сайт анекдотру. Новинка. Книга. Уникальный, принципиально... Извините. Тут у нас ездят всякие сорвиговы. Итак. Новинка. Книга. Уникальный, принципиально новый для молодежи носитель информации. Информация передается в мозг напрямую через глаза. Никаких USB, Wi-Fi и экспортов. Кто еще помнит про экспорты? Термометр, визитная карточка. Мишка, спрей. Термометр, визитная карточка. Как они выглядят? Вот так, да? Хорошо. Спрей. А, монеты помню. На стены часы вижу. Мейсбольная бита помню. Я, честно говоря, на бита нажимал. Ну ладно. Спрей. Значит. А, вот он, спрей. Спрятался. Так. Осторожно. Не вижу визитных карточек. А, куда угодно? А, нет, так это надо. Куча нам куча очков и... И звезду. Можем поговорить в сфер. Довольно быстро. Програм. Поговорить. Ну уж простите меня. Мы с приятелем играли в игру. Ну знаете, у кого круче фотка на фоне беспорядка. Не очень хорошая игра ферн. И название у нее так себе. Знаю, простите. Твои слова заставляют думать, что мы работаем не зря. Ну, почти. Новая награда. 500 монет. Спасибо. Ну, в общем-то, и все. Энергия у нас закончилась. Сделать мы больше ничего не можем. Можем лишь подождать, пока карточка с отзывом исследуется. Через час и 47 минут. Но реально сделать больше ничего не можем. Поэтому спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok